Что будет с экономикой России в 2024 году? Какие изменения ждет материнский капитал? Россия с 1 января стала страной-председателем БРИКС. Почему кадровый голод вредит экономике? Что принесло наибольший доход в 2023 году? Ипотека побила очередные рекорды, а госдолг США впервые превысил 34 триллиона долларов. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Это первый выпуск в данном году. Всех поздравляю с уже наступившим Новым Годом. Настала пора заделывать финансовые дыры, которые нанесло нам празднование Нового Года. Поэтому возвращаемся к вопросам экономики и финансов. И короткий анонс. Каждый год в январе я провожу марафон экстремального тайм-менеджмента «Пятилетка за два года». Уже 15 лет. Для того, чтобы разогнаться, включиться по полной, реализовать большое количество дел. И если вопрос личной эффективности для вас актуален, то присоединяйтесь. Марафон бесплатный. Будет проходить в телеграм-канале. Ссылка будет под этим видео. Все, кому актуально, жду вас. И давайте начнем с графиков. Мосбиржа в последнее время в зимней спячке. Фактически уже с апреля. Причем спят не только медведи, но и быки. И чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз. Но никаких сильных изменений нет. Можно сказать, что боковой тренд идет вот уже около полугода. Америка несколько приопустилась. Доллар США также в боковом тренде в текущий момент около 91 рубля. И биткоин также взял новую вершину в районе 43-44-45 тысяч долларов. Чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз. Давайте теперь посмотрим на некоторые рейтинги, а что приносило самую большую доходность. Первый интересный рейтинг самых доходных российских акций 21 века. Что если посмотреть, какие бумаги выросли наибольшим образом с 2000 года. Как это неудивительно, но Сбер показывает, что его можно называть зеленым банком не только за корпоративные цвета. Но если бы вы купили в 2000 году акции Сбера, то особенно привилегированные акции вы бы получили доходность 66 тысяч процентов. Неплохо, согласитесь. Обычные акции дали 38 тысяч процентов. Газпром нефть 11 тысяч процентов. Все остальные уже с заметным отрывом меньшую доходность бы давали. Но Большой Зеленый банк продолжает радовать его акционеров. А что же принесло наибольшие доходы в 2023 году? Опять российские акции. Плюс 57 процентов. Дальше идут евро, доллары и юани. Ну и депозиты в этих валютах. Они бы дали в диапазоне 31-35 процентов. Евро даже чуть выше 38-39 процентов. Депозит в рублях дал бы всего около 6 процентов. За прошлый год облигации около плюс 3 процентов. Корпоративные дали около плюс 3 процентов. Федерального займа вообще плюс 1,5 процента. Но вот российские акции по-прежнему оказывались бы в очень неплохом плюсе. Но правда до этого, конечно, 22-й год был не столь позитивен. По какой-то причине на графике не отмечено, какую доходность принесли американские акции через Санкт-Петербургскую заблокированную биржу. Там доходность выражается в цифре с несколькими матерными словами. Еще один интересный график от РБК. Какие валюты дали максимально и какую максимально возможную прибыль. Но имеется в виду, если бы вы купили на самом дне и продали на самом пике за период. Тенге на первом месте плюс 64 процента. Потом опять российские акции тоже плюс 64 процента. Это евро плюс 58, доллар 52 и юань плюс 46 процентов. Не думаю, правда, что так уж много простых инвесторов смогли воспользоваться ростом курса Тенге. Чтобы умело играть на таких вещах, нужно быть не просто гением, а Тенгением. Инвесторы в Тенге теперь за новогодним столом должны были не загадывать желание, а просто говорить спасибо и спрашивать, кому чем помочь. Рекордные 850 миллиардов рублей составили инвестиции в офисы, склады и торговые центры в 2023 году. Внушительная сумма для того, чтобы ее даже физически куда-то положить, потребовался бы отдельный небольшой склад. Но инвестиции, почему они были такие рекордные? Прежде всего из-за ухода крупных игроков. Уходящие игроки продавали свои активы и, соответственно, в них инвестировали российские компании. Но в следующем году ждать повторение рекорда не стоит, уверены эксперты этого рынка, поскольку ключевая ставка высокая, кредиты дорогие, да и все крупные иностранные игроки, кто хотел уйти, уже в основном ушли. Особо не у кого скупать. Вот самая дорогая сделка была по продаже торгового центра Мега. Цена продажи около 200 миллиардов рублей. Остальные объекты подешевле. Например, курорт Архыс в Карачаево-Черкесии был продан за 24 миллиарда рублей. Кабинет министров исключил 89 избыточных административных процедур в стройке. Теперь за стройкам потребуется меньше разных документов лишних предоставлять. Пытаются где-то как-то что-то оптимизировать. Иногда это действительно очень заметно. На примере, допустим, ипотек и сделок с недвижимостью, когда уже гораздо меньше бумажек надо собирать. Очень многое проводится дистанционно, электронно. И цифровизация здесь реально движется вперед. Вот это могу отметить как яркий плюс, на мой взгляд, за последние годы. Какие изменения ждет материнский капитал в 2024 году? Вступили в силу с 1 января поправки. Теперь предоставляется возможность мужчинам использовать средства маткапитала для формирования собственной накопительной пенсии. До этого средства маткапитала на формирование пенсии могли использовать только женщины. Сейчас эту несправедливость устранили. И маткапитал чуть больше стал отцовским капиталом. Ну, собственно, здесь в чем идея, что средства материнского капитала можно заморозить на очень долгий срок, ну, смотря у кого, когда ожидается пенсия, и потом вот получить как бы прибавку к пенсии. На мой взгляд, это самый бессмысленный способ использовать материнский капитал. Почему? Потому что, скорее всего, за те годы, которые пройдут до вашей пенсии, эти деньги очень сильно обесценятся. А и гораздо эффективнее, и, на мой взгляд, правильнее эти деньги использовать сегодня. А там уже остается не так много возможностей. Либо это покупать недвижимость на маткапитал, что, на мой взгляд, наиболее оправдано, либо образование детей. Но здесь, если вам есть, куда это задействовать. То есть, если есть дети нужного возраста, которым надо оплачивать образование, тогда, да, действительно, это тоже может быть оправдано. Ну, еще одно изменение, что средства маткапитала можно будет использовать на реконструкцию дома блокированной застройки, таунхаусы, дуплексы и иные объекты капитального строительства с отдельным входом. До этого нельзя было на них использовать. Теперь будет можно. Госдолг США впервые превысил 34 триллиона долларов. На следующей неделе запланировано заседание Конгресса по вопросу урегулирования госрасходов. И далее цитирую, мы надеемся, что политики примут дальнейшие меры по сокращению заимствований. Либо путем повышения налогов, либо сокращения расходов, либо создания налоговой бюджетной комиссии, или в идеале, сделав все перечисленное. Сказала глава некоммерческой организации, комитет по ответственному федеральному бюджету. Что-то мне подсказывает, что, в первую очередь, правительство США захочет начать экономию с прекращения финансирования данного комитета. А в целом, это, конечно, прекрасно. Иметь возможность в любой момент допечатать деньги. И ничего тебе за это особо не будет. Если деньги кончаются, взял и напечатал. Россия с 1 января стала страной-председателем БРИКС. Если ранее это объединение включало в себя 5 стран, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, то с 2024 года еще 5 стран присоединяются к этой организации. Это Египет, Иран, Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Что, вроде бы, свидетельствует о растущем авторитете БРИКС и его роли в мировых делах. Кульминацией нашей председательской вахты станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани, заявил президент России. По его словам, подключиться к БРИКС уже готово около 30 государств. Также Аргентина хотела в 2024 году войти в БРИКС. Но новый президент страны Хабьер Милей заявил об отказе от вступления Хабьеру Милей, пока США милей. В целом, скорее всего, мы с вами наблюдаем довольно существенные изменения мирового порядка. То, о чем, вот если не смотрели, обязательно посмотрите ролик «Меняющийся мировой порядок», где более детально разбирается этот механизм. Когда роль держав-лидеров, которые в предыдущем десятилетии были действительно ведущими, их, по крайней мере, пытаются подвинуть. Естественно, это очень инертный процесс, нельзя сказать, что это мгновенно произойдет, но все большую роль начинают набирать другие объединения. Особенно интересным это может стать, если БРИКС все-таки ведет некую свою новую валюту, либо каким-то образом наладит возможность этим странам взаимодействовать друг с другом, минуя движение через доллар и через евро. На текущий момент подавляющее большинство всех мировых транзакций проходит в долларах и евро. Ну, в большей степени в долларах, в меньшем евро. И это, собственно, позволяет держать вот некое мировое господство. Чем меньше транзакций будет происходить в этих валютах, тем меньше будет роль доллара и меньше влияние, соответственно, страны, которая за этими валютами стоит, долларом и евро. Ипотека побила рекорд в 2023 году. На 23% больше ее выдали, чем в 2021 году. Ну, тогда банки за весь год выпили 5,7 триллионов, а в 2023 году за 11 месяцев, без учета декабря, уже 7 триллионов рублей. Прежде всего, за счет, конечно, драйвера в виде льготной ипотеки. Люди очень активно ее использовали. И, скорее всего, сейчас до середины 2024 года, пока еще некие льготные ипотеки действуют, люди будут стремиться их захватить, смотря на ставки по не льготным ипотекам, которые в несколько раз выше сегодня уже становятся. А для тех, кто ищет новые возможности для эффективного инвестирования своих денег, рекомендую подписаться на канал Инвест Возможности. Ссылка на него будет под этим видео. Почему кадровый голод вредит экономике? Весь год Росстат фиксировал новые исторические минимумы безработицы и заявлял, как вот у нас прекрасно мы победили безработицу, ну и сейчас выясняется, что это стало, собственно, ключевой проблемой. Об этом заявляет министр экономического развития решетников. О нехватке сотрудников высказываются уже очень много где в IT-отрасли, в обрабатывающей промышленности, оборонно-промышленном комплексе, стройка, сельское хозяйство, образование. В общем, везде людей не хватает, особенно квалифицированных кадров. Пытаются думать, что же с этим делать. Первая идея — это вовлечение незадействованных категорий граждан, молодежи, матерей в декрете, пенсионеров каким-то образом. И отсюда можно получить около 1 миллиона трудоспособного населения дополнительно, теоретически. Возможно, теперь при Собесах откроются курсы по программированию на Джава. Второе направление для решения кадрового вопроса — привлечение трудовых мигрантов. Что за собой тянет шлейф своих сложностей и проблем, как бы решая одну проблему, трудовую, особенно на низовых позициях мы получаем целый шлейф других сложностей, связанных с миграцией, в частности, риски правоохранительного характера. Третья мера потенциальная — это синхронизация с образовательной системой и также создание механизма устройства студентов и выпускников вузов. Поскольку здесь есть очень большая проблема разрыва между тем, чему люди учатся в вузе, и потом они выходят, приходят на работу, им говорят, забудь все, чему тебя учили, будем тебя сейчас обучать заново. Либо человек вообще, как это происходит в очень большом количестве случаев, я как преподаватель вуза с этим знаком не понаслышке, люди обучаются одному, затем идут работать совершенно не по специальности. Не то, что это плохо для конкретного человека, но для экономики в целом это, конечно, высокая неэффективность. Просто представьте здесь размер неэффективности, когда человека 4 или 6 лет обучают чему-либо, и оказывается, что все эти 4 или 6 лет его обучали зря. Мало того, что заново надо чему-то учить, так еще и эти 4-6 лет потеряны в плане трудового возраста. Как египтяне относятся к российским автомобилям? Такой удивительный вопрос. Торговый представитель России в Египте заявил, что продукция отечественного машиностроения имеет преимущество по соотношению цена-качество и пользуется уважением в Египте. Надеюсь, не по принципу, что если российских машин боятся, значит, уважают. Египтяне закупили большую партию наших пассажирских вагонов и хорошо знакомы с авто «Лады», сборка которых уже давно ведется на местных мощностях. Видите, даже «Ладу» экспортировали в Египет. Интересно, с учетом того, что «Москвич» экспортировали из Китая. И собираемый «Москвич», он собирается практически полностью из китайских комплектующих. А вот «Минпромторг» докладывает, что продажи новых авто в России выросли на 60% к 2023 году. Все больше и больше машин производится у нас, но в большой степени, опять же, на примере «Москвича» и многих других сборок авто, это именно сборка локальная. То есть большая часть комплектующих – это зарубежная. Нельзя сказать, что это плохо. Скорее, все-таки это некий плюс, что хотя бы часть добавленной стоимости производится, создаются внутри страны. Ну и плюс это, конечно, рабочие места, люди, которые могут трудиться на этих заводах и зарабатывать себе деньги. Что будет с экономикой России в 2024 году? Новый консенсус прогноз экономистов показывает, что рост замедлится вдвое. Будет рост примерно 1,6% в сравнении с ожидаемыми 3,5% в 2023 году. Но здесь отмечу следующее, что и год назад, если бы мы смотрели прогнозы на 2023 год, они были не то, что положительные, они были вообще отрицательные, а в результате получилось плюс 3,5%. Поэтому нельзя исключать, что и в этом году будет тоже некий рост, но, однако, шансы на это уже намного меньше. Во-первых, нет эффекта низкой базы, то есть восстановления после просадки. А второе, очень высокие ставки по кредитам, которые фактически загородительные, и корпорациям и людям гораздо сложнее брать кредиты, дополнительные деньги для того, чтобы наращивать свои мощности, наращивать спрос, поэтому, скорее всего, будет в этом плане замедление экономики. Марк Цукерберг впервые за два года продал акции Мета, которая признана в России экстремистской организацией, деятельность ее запрещена, и на фоне роста их стоимости Цукерберг благополучно их продал и очень себе неплохо дополнительно заработал. Получил 185 миллионов долларов. Акции из запрещенной Мета с начала года подорожали на 172%, опередив по темпам роста все крупные американские технологические компании, за исключением NVIDIA. И продажи этих акций позволят Цукербергу увеличить свои доходы от венчурного капитала и инвестиций в другие компании и научные исследования. Вот у меня сегодня тоже инвестиции в бизнес. В основном это инвестиции в бизнес в России, порядка 30 компаний, 30 проектов у меня, куда я инвестировал. Это одно из основных направлений. В текущий момент, когда недвижимость становится гораздо менее привлекательной из-за очень высоких ставок по ипотекам и из-за высоких цен, поэтому я переориентируюсь в большей степени сейчас на другие направления. При этом Цукербергу по-прежнему принадлежит около 13% компании, что составляет почти все его состояние в скромные 117 миллиардов долларов. Илон Маск назвал 2024 год еще более безумным по сравнению с четырьмя предыдущими. Поскольку 2024 год должен стать историческим годом выборов, ознаменовав решающие испытания для демократии. Выборы пройдут в 70 странах, включая США, Индию, Мексику и Южную Африку. Кроме того, как вы помните, в марте 2024 года должны состояться выборы президента России, где интрига, как вы понимаете, крайне высока, конкуренция зашкаливает и предсказать их результаты крайне сложно. В ноябре Маск заявил, что не может даже представить себя голосующим за нынешнего главу Белого дома Джо Байдена. Маска, правда, на это спросили. А как вы тогда относитесь к молодому, перспективному, дерзкому, наступающему на пятки Джо Байдену Дональду Трампу? На что Маск сказал, что это очень сложный выбор. За что банки блокируют криптовалютные транзакции? Российские банки стали все чаще и эффективнее выявлять транзакции, связанные с куплей и продажей криптовалюты, пополнением криптокошельком и выводом средств с них. Я очень часто слышу об этой проблеме, что банки стали блокировать счета. И будьте в этом плане очень аккуратны. То есть, если вы работаете с криптой, то ввод и вывод средств через российские карты может повлечь для вас довольно серьезные проблемы. Поэтому будьте здесь максимально аккуратны. Напишите, пожалуйста, кстати, вот у кого есть такой опыт, кого блокировали, как это происходило, чтобы те, кто пока еще с этим не столкнулся, могли посмотреть на ваш опыт и предостеречь себя. Контейнерные перевозки из Азии в Европу подорожали вдвое из-за хуситов, поскольку теперь многие перевозчики вынуждены направлять свои контейнеровозы в Европу не через Суэцкий канал, а огибая Африку с юга. Но, как вы видите по карте, это ого-го какой крюк получается. И из-за этого очень сильно растут расходы, собственно, на транспортировку. И потенциально сейчас идет обсуждение, что если далее все так и продолжится, то цены на нефть могут ого-го как взлететь. Что на руку будет, в частности, российским экспортерам, российским компаниям. Возможно, это в некоторой степени поддержит курс рубляк-доллару, по крайней мере, в ближайшее время. Ну, а дальше будем смотреть. Вот кто у нас в инвест-клубе, финанс-1. Я делал очень подробный обзор трендов на 2024 год. Обязательно его посмотрите. И там прям детально по всем основным направлениям проходил по курсу доллара, по ожиданиям в недвижимости, от рынка акций и другим направлениям. А здесь, смотря на карту, мы видим, что добрая надежда Южноафриканской республики оправдалась. И через этот мыс теперь идут огромные торговые потоки. Друзья, если выпуск был для вас полезен, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, нажмите на подписку. Буду благодарен за поддержку канала. И напоминаю, что у нас 14 января, через несколько дней, стартует марафон экстремального тайм-менеджмента. Пятилетка за два года. Это бесплатное мероприятие для того, чтобы всем, кому актуально, разогнаться. Если участвовали в прошлые годы, напишите, пожалуйста, как это было для вас. Жду вас. Ссылка будет под этим видео.